Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 16 мая день Мавры, назван в честь святых мучеников Тимофей и Мавры, это христианин муж и жена, Тимофей был схвачен язычниками, его повесили вниз головой, привязав к шее камень, а в рот засунул кусок дерева для усиления страданий, затем привели жену Мавру, чтобы она отговорила, но она твердо приняла сторону мужа, за это ей вырвали волосы, потом отсекли пальцы на руках, затем бросили в кипящую воду, но это не повредило ей, были распяты с мужем на крестах. В старину этот день был известен под большим количеством названий, Мавра, Марфа, Марьюшка, Зеленые щи, Рассадница, Молочница, Тимофей, Коровьи и Заботницы и так далее. Народ давно подметил, что с этого дня у коров молоко прибавляется, все радовались этому, поскольку в старину молоко было одним из основных продуктов питания. В этот день целебной силой наделяли крапиву, из нее варили щи, а также хлестали друг друга крапивой, чтобы весь год быть защищенными от болезни. Вот откуда и название «Зеленые щи». Сегодня знахари собирают целебные травы и готовят из них снадобья. Но и более простым и целебным считался настой из молодой крапивы, им лечились от большого количества болезней. Что касается названия «Рассадница», то в этот день крестьяне много работали в огороде, чтобы овощи дали богатый урожай. Отсюда пошло и название «Марфа-Рассадница». Перед посадкой овощную рассаду обрызывали святой водой, так как считали, что она защищает ее от вредителей. При этом говорили «Благослови Господи и дай урожай». Марфу увеличали молочной, потому что коровы к этому времени наедались молоденькой, сочной травой и давали вкусное густое молоко. Пастухи сегодня варили мавринскую кашу из молока прямо в поле. Считалось, что такая еда дает организму силы здоровья. Так как в огородах уже вырастала молодая зелень, то варили щи не из сквашины, а из свежей капусты. Отсюда и название этого дня «Зеленые щи». Приметы. Нельзя сажать капусту в четверг, даже если он приходится на рассадницу. Ее испортят вредители. Большая роса утром к урожаю огурцов. Немножко поработаем с вашими комментариями. РУС-55 на видосе «Керосин Тадикамп» пишет «Какой керосин лучше использовать? То, что в хостоварах продается». Но на эту тему было огромное количество информации от меня сказано. Целая книжка, по-моему, там есть «Лечение керосином Тадикампом». «Посмотрите, ну посмотрите. Что ж я вам тут буду все это там? Хос, МОС, ДРОС и так далее. Немножечко проявляйте свою собственную инициативу. Все изложено и даже проглотить не хотят. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!